Адская история, она произошла в Солигорской центральной районной больнице на днях, может быть вы слышали, знаете. Все началось с видео в ТикТоке, которое у себя на страничке разместила жительница Солигорска Дарья Дейлид. Совсем недавно, это случилось несколько дней назад, я имею ввиду появление самого видео, да, а речь о событиях 8, по-моему, января. Ну, давайте полностью посмотрим и внимательно, пожалуйста, внимательно послушаем, это важно. Обращение к президенту Республики Беларусь Александру Грекуриевичу Лукашенко. Я Дейли Дарья Валерьевна, прошу. Обращаюсь к вам с криком о помощи. Основанием для обращения явилось следующее. Халатное обращение, полное отсутствие врачебной этики и динтологии, никакой человечности и уважения со стороны медицинских работников Солигорского роддома. Колпановича Ивана Белгорьевича, Толошова Ирина Васильевна, Серчине Юлия Сергеевна. В результате чего пострадал мой сын, Дейли Дмитрий Александрович. 4 января 2024 года я планово было госпитализировано в патологическое отделение УЗ Солигорское ЦРБ. На роды в сроке 41 недели. С 5 января по 8 января мне давали различные медпрепараты для стимуляции родовой деятельности. 8 января я была осмотрена врачом Клопановичем, Канановичем и Корольковой на характер родовой деятельности. В результате осмотра было выявлено, что открытие же эки матки 3 см. Родовая деятельность отсутствует. Ими было принято решение перевезти меня в родильное отделение в предродовую палату. 8 января в 9.30 был произведен прокол околоподного пузыря. В 12.00 родовая деятельность отсутствовала. В 12.00 также я была осмотрена Клопановичем и он принял решение на установку капельницы с препаратом простиль. В 3 часа дня мне был сделан околоснотворного, от которого я многовенно уснула. В 5.00 вечера я опять была осмотрена врачом Клопановичем. Открытие также было 3 см. Родовая деятельность отсутствовала. На просьбу меня и моих родственников сделать мне кесарево сечение мне было отказано. В 5.00 он принял решение, Клопанович, произвести мне эпидеральную анестезию и поставить капельницу с окситоцином. С 5.00 вечера до 20.30.8 января меня с небольшими схватками заставляли рожать с открытием шейки матки в 3 см. С последующим выдавливанием ребенка и живота через родовое пути. Врачами серчения Юлии Сергеевны, Клопановичем, Иваном Григорьевичем, Толошовой и Зелиной Васильевны. На все мои крики о помощи мне и ребенку были проигнорированы. Только когда у ребенка перестало прослушиваться сердцебиение, то примерно в 20.48 января мне был сделан общий наркоз и произведено кесарево сечение экстренное. На вопрос с медицинским работникам, что случилось с роженицей, моим родственникам, мужу, маме и сестре, было сказано позвоните маме, то бишь мне роженице и спросите у меня, что случилось. После всего изложенного, мой сын получил тяжелейшую степень асфиксии, находится на выделении детской реанимации города Солигорска, Минской области, на аппарате искусственной вентиляции легких. С последующим диагнозом. Тяжелая степень асфиксии, кефагеломатома левой теменной кости, природовой травме, отек головного мозга после дыхательной недостаточности третьей степени. После всего вышезложенного прошу снять записи с капер видеонаплетения с родовой и предродовой палаты, также наказать виновных на уровне президентской проверки. А всех неравнодушных прошу, пожалуйста, сделать репост от данного этого видео. Вот такое обращение от, еще раз напомню, Дарьи Дейлит в ТикТоке. Обращение к Лукашенко. Помогите. Кстати, любопытно, что, вот я просто полазил, посмотрел, выяснилось, что, правда, очень сложно понять, в каком году, на сайте Главного управления по здравоохранению Минского облсполкома появилась новость, ну, видимо, это 2016 год, что-то такое. О чем? В Солигорске открылся роддом. 26 августа в преддверии профессиональных праздников Дня города и Дня шахтера состоялось... В 16-м году. В 16-м. Торжественное открытие первой очереди родильного отделения Солигорской центральной районной больницы. Даже фотографии у нас есть. После реконструкции. Этого события, да, как все было весело и радостно, чиновники открывали. Между прочим, если я ничего не путаю, один из тех, кого перечисляла в своей речи Дарья, вот там на фотке, может быть, могу ошибаться, могу ошибаться. Ну, в общем, открыли роддом радостный. И вот такое, да, то есть то, что мы имеем. Все вы слышали. Она просила, ей не сделали кесарево сечение. Потом все-таки сделали. В итоге все-таки сделали. Более миллиона человек уже посмотрели это видео. И позавчера, то есть 16 января, Минздрав сообщил, что направляет специальную комиссию в Солигорскую центральную районную больницу после этого обращения Дарьи. Комиссию возглавила заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ мать и дитя Елена Гашкевич. В Солигорск также поехал заместитель министра здравоохранения Юрий Горбич, замминистра здравоохранения. Вошли в состав комиссии и специалисты РНПЦ мать и дитя, акушер-гинекологи, генеонатологи, анестезиологи, генематологи и так далее. Ну и вчера наша Нива поговорила с сотрудницей одного из белорусских родильных домов. Не этого конкретно Солигорского, просто сотрудницей этих домов. И вот что она сказала изданию. Здесь внимательно надо слушать, я буду цитировать все, просто цитирую, как наша Нива это публикует, это важно. Значит, говорит сотрудница роддома. Не этого, а вообще белорусского. Я не могу сказать, что у меня большой опыт работы, но я могу вспомнить как минимум 10 аналогичных ситуаций, когда женщина много часов рожала, ей не сделали вовремя кесарево, а в итоге у ребенка ужасная асфиксия. Я видел этих детей, которым по шкале Абгар ставят единицу, шкала оценки состояния новорожденного, где максимальный балл 10, мы уже вспоминали. Их пытаются реанимировать, а там сердце еле стучит. В моей практике даже были случаи, когда женщина рожала мертвого ребенка, и произошло это только из-за того, что акушер-гинеколог просмотрел точку невозврата и дождался того момента, когда кесарево уже делать нельзя. Хорошо, конечно, что женщина в Солигорске не побоялась громко рассказать о своем случае, и хотя бы есть шанс небольшой, что Минздрав что-то сделает. Ведь обычно врачи упрашивают родителей не поднимать скандал. Обещают, что со временем ребенок поправится, это же дети, не переживайте. Очень вероятно, что ребенок будет иметь тяжелую степень инвалидности, говорит врач. Но когда врачи говорят, что все будет хорошо, родителям хочется надеяться на чудо. Собеседник нашей Нивы сказал, что причина вот таких ужасных историй, одна единственная, это требование Минздрава проводить кесарево не более чем в 30% случаев. А лучше, чтобы этот процент в учреждении здравоохранения был еще ниже. Это установка на уровне Ночмеда в главврачей. Если процент значительно превышает норму, тогда достается всем в роддоме. Разумеется, норма в кавычках. Вот эти 30%. В ГОССМИ, замечает наша Нива, обращают внимание, что в Европе частота кесарево-сечений доходит до 50%. В Южной Америке до 60%, а в Беларуси около 31%. Надо еще понимать, что в Беларуси существует практика одно кесарево-всегда кесарево. То есть, если женщине однажды сделали кесарево, все остальные роды у нее, скорее всего, будут только такими. Добиться, чтобы тебе разрешили рожать самой после кесарево, даже если ты очень этого хочешь, довольно сложно. Возможно, но сложно. А это значит, что акушеры-гинекологи помнят и о том, что если они сейчас сделают тебе кесарево, ты им и в следующий раз статистику гарантированно испортишь. Врач говорит, что не может найти оправдание такой стратегии, и ее возмущает такая практика. Врач, который давал интервью нашей Ниве. На вопрос, может ли роженица, правильно же, да? Роженица. Нет, роженица это разговорная, по-моему. Да? Ну, давай, ты читай, я посмотрю. Окей. На вопрос, может ли женщина, которая рожает, сделать что-то, чтобы защитить себя в непростой ситуации, ответ врача такой. Скандалить, кричать. Кричать я сейчас позвоню на горячую линию Минздрава, знакомым чиновникам. Чем больше внимания вы к себе привлекаете, тем больше вероятность, что медицинский персонал вокруг испугается и решит, что лучше избежать большого скандала, чем не вписаться в статистику. Конечно, многое зависит от смены, главное, от врача, который оценивает состояние женщины. Бывает, что ситуация начинает ухудшаться, а начмед говорит, нет, не будем кесарить, пусть сама рожает. Через час он идет домой, так как рабочий день закончился. А другой доктор принимает решение сделать кесарево. И история, слава богу, заканчивается хорошо. Вот конец цитаты от сотрудницы одного из белорусских роддомов, с которым поговорила еще раз, напомню, газета «Наша Нива». Замечательная. Вот такая история, Люда. Да, роженица, правильно. Роженица? Ну, роженица, а роженица – это такой разговор. Вот, видишь, как удивительно, я не знала. Просто, понимаешь, я вспоминаю свое вот это время, и, ну, всем же страшно, все говоришь, давайте, может, мне быстренько там разрежем. Чик-чик. Чик-чик и все, потому что очень страшно. Ну как, ты знаешь, когда у тебя такой огромный живот, ты понимаешь, что тебе проще лопнуть, чем родить, потому что это невозможно. А мне доктор, которому не было оснований не доверять, она просто объясняла, что, понимаешь, как бы всем проще было бы сделать кесарево 20 минут. Работы и тебе, и врачам. И все пошли довольные чай пить. Всегда все хотят, чтобы все проходило естественным путем. Как задумала матушка природа, ну, проще так сказать. Поэтому все стараются максимально доводить. Если уже видно, что совсем никак, тогда уже, да, делают кесарево. То есть таких случаев тоже у меня знакомых очень много, когда мучились, 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 в итоге все сделали кесарево, все побежали довольны. Ну, относительно довольны, потому что и те, и другие намучились. То есть, насчет практики одной кесарево всегда кесарево, блин, я тоже слышала не такое, что в следующий раз попытаются попробовать, чтобы сама. Ну, тут тоже, понимаешь, все очень как-то вот... Все сложно. Сложно, все сложно. Какие я выводы для себя наделал? Во-первых, самое главное, самое главное, поехала комиссия, и давайте дождемся результатов, назовем это расследованием, да. Потому что из обвинений врачей пока что мы имеем только слова мамы. Мама не врач. Ну, понимаешь, мама говорит о том, что у нее раскрытие, ну, чтобы было понятно, раскрытие должно быть 10-12 сантиметров для родов. А ей и окситоцин давали, а это оно способствует раскрытию и прочее. А у нее все еще 3 сантиметра было. Вот это, конечно, вопрос. По какому, как мама определила... Они говорят, они же говорят тебе. Ты когда рожаешь, ты спрашиваешь, сколько? Или они тебе просто говорят, не беспокойтесь там. Хорошо, они говорят. Тем не менее, еще раз, еще раз. Это человек, который вот рожал. Да. Она не врач. Она просто... Ну, она, раз она, наверное, на какие-то документы у нее есть, раз она такая опирается. Не знаю, на что она опирается. Дают же какие-то документы. Но суть в том, что вот она может только по косвенным признакам догадываться, да, что происходит. Она не врач. Это важно понимать. Пусть расследуют врачи профессиональные, потом скажут, что было, да, и кого наказать. Значит, из тиктока Дарьи, кстати, следует, что у нее дети, насколько я понял, есть. То есть это не первый случай рождения ребенка у нее? Она немножко понимает, как оно должно проходить? Я ничего не могу утверждать, потому что я не знаю, ее это дети или не ее. Ну, хорошо. Ну, судя по тому, как она это... Короче говоря, может быть, она имеет опыт. То есть давайте дождемся результата, что было, да, прежде чем врачи... Потому что, ну, мы же знаем, что там, я знаю, что есть четыре профессии, в которых все все понимают. Футбол, политика, журналистика и медицина. Ну да, там все хорошо все знают. Все разбираются, все знают, как правильно стримы делать, как руководить страной, куда давать пас. И как лечить. И как лечить. Все это привязывают. Поэтому, учитывая это обстоятельство, мы ничего не будем говорить. Давайте дождемся. Второе. Конечно, я понимаю, многих коробит, когда вот человек из народа, Александр Игорьевич, помогите. Ну, так, как бы... А что ей делать? Раньше надо было думать... Нет, ну, я логику пытаюсь транслировать тех, кто, как бы сказать, с подозрением к этому относится. Раньше надо было думать, все к тому и идет, что вот так система устроена, что только царь один-единственный все решает. Вот это он эту систему так устроил. А где вы, болера? Тоже имеет право на жизнь такая версия. Но все-таки здесь речь идет о жизни и смерти человека. Да? Поэтому, если это вот обращение к царьку, единственная возможность найти справедливость, ну, блин, как можно вообще обвинять человека в чем-нибудь? Ну, система так выстроена, что никто ничего не делает, все боятся, что сверху дадут палкой. Ну, тогда приходится идти к этой палке и говорить, стукните вы сверху. Ну, вот. Вот у нас так выстроено все. Так вы, так, так, такие обстоятельства. Начиная от подметания улиц, заканчивая рождением ребенка. Значит, третий вопрос. Связано ли вот все это, что происходит, с нехваткой врачей в стране? Ну, и, соответственно, с политикой государства. Репрессии, там, все такое. Не знаю. Трудно сказать. Может быть, в Солигорске, в этой больнице работают топовые специалисты. Супер, которые могут обучить там полмира еще. Мы этого не знаем. Мы не знаем. Данных нет. Данных нет. Вот. Но факт остается фактом, врачей действительно не хватает. Связано ли это с кейсом? Сложный вопрос. Косвенно? Возможно. Не знаю. Вот. Ну, вот, как бы, что остается? Остается надеяться только, что такой фигни не произойдет больше. Такой трагедии. Хотя, ну, ребенок жив, дай бог, все будет нормально. Его там выходят, и все будет хорошо. Но. Давайте, давайте опрос сделаем по этому кейсу. Значит. Чья вина в том, что ребенок принимает? Ну, тоже чья вина. Слушай, как? Власти. Врачей. Никто не виноват. Всякое бывает. Давай так. Чья вина в том, что ребенок в реанимации? Власти, врачей. Никто не виноват. Ну, может быть, все, что угодно. И здесь каждый делал свою работу. Ну, остается только посочувствовать матери. Вот давай так. Сколько дней, получается? Подожди, она... Восьмого. Запуталась, сколько она... Нет, сколько она уже была в этом... Не знаю. Я запуталась пока. Она говорила очень много цифр, и я что-то как-то... Этого я не знаю. Этого я не знаю. Ну, вот. Такой опрос запасаем сейчас. И интересно, как вы проголосуете. Потому что это важно. Что там в комментах пишут? Все преступления совершаются в тишине. Никто не будет бороться за вас, только сами. Ну, это к вопросу об обращении к Лукашенко. Да, наверное. Считаю, пишет Норма, что государство всегда выгораживает любого госслужащего, иначе деньги пострадавшим придется выплачивать. Ну, я сама столкнулась со скотским отношением и в период наблюдения за беременностью, и во время родов. В итоге еще и получила обвинение в том, что я сама виновата. Ну, слава богу, в итоге дочка поправилась. Да, слава богу. А Лена пишет, а со мной дотягнули, кали кесарова днельга было рабить. Я так сама лет не померла. Кали читала, это на 100% ситуация со мной. А вот, пишет Д. Заморский, платные роды хорошо проводят. Сам пару раз присутствовал, но отраженец тоже многое зависит. Ну, слушайте, тут, я думаю, даже не в платных родах дело. Платные роды хорошо. Дарья Баталевич пишет расследование. Смешно, это к вопросу о комиссии, которая выехала. Дарья, у нас, к сожалению, нет других... Как сказать... У нас ничего нет, мы ничего не можем сделать. Ну, может и смешно. Ну, хоть что-то же, хоть что-то происходит. Абиквотер тоже не верит, что они там что-то расследуют. Собеседница нашей Нивы права, пишет Галла. Ничего не меняется в системе. 20 лет назад я смогла родить здорового ребенка только после звонка министра здравоохранения РБ. Гинекологи Акушера на меня шипели, но соблюдали. Такое ощущение, что хотят навредить эти врачи только. Врачи-вредители. Надо открывать процесс. Чем быстрее откроется процесс врачей-вредителей, тем быстрее сдохнет диктатор. Я говорю о Сталине. Какого года дело врачей-вредителей? Не, не помню. Не 52-го ли? Может, ранее, может, я попутал все. В тексте об аресте, январь 53-го. Побыстрее, пожалуйста. Ольга пишет. Рожала в 2001 году в 7-м роддоме Минска. В 2008-м, во 2-м. Скотское отношение везде. И только в 2016-м, в 5-м роддоме, было нормальное отношение. И то потому, что камера на каждом шагу. Слушай, ну, я тоже не пример. У меня небольшой опыт. У меня один дитенок родился. Походила. Ну, там же отправляют в разные роддома. Там где-то. Там узи проходишь. Туда-сюда. Подожди. Послушай. И, блин, я нигде не встречалась со скотским отношением. Как-то вот везде все так мило. Все вокруг рассказывают, что кто-то где-то еще был. И там к ним так плохо относились. Там их швыряли. Там как-то... Да, блин. Ну, может, мне, конечно, очень повезло. Я очень благодарна врачам, что мне так повезло с их отношением ко мне. Ну, вот как-то... И роды тоже отлично. Ну, блин, я имею в виду отношение врачей. В общем, короче говоря, ребенок в Солигорске родился с инвалидностью. Кто виноват? Так, это так звучит наш опрос. А почему с инвалидностью? Подскажите, кто сказал, что инвалидностью ребенка? Ну, то есть я так понял, что просто у него было тяжелое состояние. Он в реанимации ребенка, по-моему, все еще. Там инвалидность еще не было. Кто поставил? Да. Ну, давайте мы сделаем скидку, что... Попал после родов в реанимацию, может быть. Кто виноват? С асфиксией родился ребенок. Ну, сердце еле бьется, это же говорило. Да. Ну, при чем инвалидность? Подождите с инвалидностью. Я тоже, я не специалист. Это, может, автоматически означает инвалидность. Я не знаю, но как-то я не встречал такого. Нет, мне кажется, если можно, давайте попробуем переделать формулировку, потому что это некорректно, мягко говоря. Ну, да, ладно. Ну, некорректно, хорошо. Просто мы... Давайте не будем цепляться. Вот кейс есть. Кто виноват? 54% считают, что виноваты врачи. Вау. 35% за вину властей и 11% считают, что никто не виноват. Врачи. Интересно. Очень интересно. Смотрите, а если врачи... Вот... Истории таких куча, конечно, интересных. Ну, читай. Люди пишут. Норма, вообще в роддоме, если не орешь и не материшь персонал, то к тебе не подходит. Я рожала как дура интеллигентно. Шер говорит, я рожала в далеком 85-м году, и тогда было скотское отношение. Моя ситуация была подобно описана. Меня мама тоже в 85-м рожала и говорила, что все хорошо. Очень хорошо и к ней относились, и ко мне, естественно. Мара лежала в 4-й больнице Минска в реанимации. Это было ужасно. Ночью медсестры устроили вечеринку за стеной, соответственно, отношение к больным было такое. И вот, блин. Все, я делаю вывод, что у нас не врачи, а вредители. Еще раз говорю. Ну, прям все. Правда. А у меня просто, вот, у меня впечатление, что мне очень сильно везло, когда я попадала в больницу. Сейчас сидят врачи, нас смотрят и думают, вы охуели там все, что ли, вообще, в конец. Я прошу прощения, я обещал Людке не материться. Он обещал, а мне не материться. Ну, просто это же уже никуда не годится. Неужели у вас не было хороших каких-то встреч с врачами? Ты отучился, ты пришел, значит, вот, виноват врач, принял решение. Нам пишут, поражение мозга, это инвалид, там, отек, он инвалид. Это вы откуда взялись, значит, почему, где это так, это так? Смотри, вы врач. Ребенок пока в реанимации, его выхаживают. Окей. Давайте подождем. И врач отучился, значит, вот он там, акушер-гинеколог. Мама у меня была акушером-гинекологом. Умерла при родах, между прочим, тоже. Значит, вот он отучился, вот он пошел там спасать людей. И тут ему говорят, значит, ни в коем случае не Кесарева. Ну, потому, а почему? Ну, потому что, вот, первый, второй, третий. Нет, там, скорее всего, говорят, до последнего, старайтесь не делать. Как угодно. Ну, а потом выволочка. Сделал, молодой специалист, что-то где-то сделал Кесарева так легче. Пошел к ночмеду, тот ему настучал, лишил премии, еще что-то, еще что-то. Пятое, десятое. Обложили со всех сторон. Что делать врачу? За правду бороться? Так а вы что не боретесь тогда? Ребята, очень все, ой, 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 насчет вины врачей, ой, 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 ой. Понимаешь, говорят, нам пишут. Часто вот здесь вот писали, вот, в борозне рожали. Нет, это все понятно. В борозне, ребята. А смертность какая в борозне была? Я не выгораживаю, может быть, там действительно виноват врач. Может быть, всякое. Может быть. Всякое тоже бывает. Вопросов нет, но я к тому, что прям так вот, прям 52% за вину врачей. Ого. И то, что их раком ставят каждый день, это как бы не вина властей, да? Ну ладно. Илья Горшок пишет. Мне крыло за доктором, но я готов их виноватить, не углубившись в справа. Вот, я абсолютно солидарен. Давайте подождем. Да, здесь... Анжела Гресь. Рожала в Гродненском роддоме трое детей, всегда были замечательные специалисты. Первые роды были в 36, а третьи в 45. И без всяких там знакомств. Как говорят, что хорошо рожать только по знакомству. И в Могилеве выражала экстренное Кесарева, реанимация, отношение было хорошее. Паул Бай пишет. Костус из семьи врачей, поэтому отмазывает этих палачей. Что ж... Наталья Морд... Ну, как мне комментировать? Что ж, никак, но... Как комментировать? Слабоумие. Наталья Мордович. Константин, хватит защищать врачей, если что-то не так в системе взрослых ранения. Почему они не ломают эту систему? Кто за них это сделает? Браво, Наташа! Наталья Мордович, просто это, ну... Не пропал бы из кадра, встал бы. Вот ей-богу. Да. Вы там у себя поломаете систему здравоохранения, вы таксисты у себя систему такси поломаете, вы инженеры у себя, а мы будем этим всем радостно пользоваться. А вы где, Наташа? Вы чем занимаетесь? Напишите, где вы, кем вы работаете, что вы делаете, в какой вы системе. Ну, зачем вы пишете? Чушь, Наталья. Какой-то, просто какой-то... Адский ад. Боже мой, я не думал, что так... Это так могут наверняка говорить люди из какой-то Швейцарии. Почему вы плохо живете? Живите хорошо. Ну, да, например? Ну, конечно, да. Вот когда попивают кофеек, так поменяйте власть, если вам не нравится. Возьмите и переголосуйте. Ну. Фантастика. Ну, ладно. Так что там с опросом 51... Ну, вот безназованная. Погоди. Солидарность люди. Я нарожала дочку в 99-м у первой клинице, у Минску. Летние на руках носили. Оставление до мамочек было лепенем, а куда? За все доверала лекарам. Ну, вот. И мне как-то вот так повезло. Я рожала в областном роддоме. И вот нас в палате было, нас четверо. И я не видела. Там, понимаешь, каждые подбегали и говорили, покажите, как вы кормите. Вы неправильно, давайте мы вам расскажем. Девочка говорит, я второго родила, а я, говорит, третьего родила. И я до сих пор не знала, что, оказывается, я неправильно кормлю. Меня научили правильно кормить, и у меня проблем не стало. Ну, вот. Понимаешь? Мало того, что меня удивило. Перед выпиской, там буквально сколько? Два дня, или день мне до выписки. Я уже забыла голова моя. Пришел доктор, постучался, говорит, извините. Как вы себя чувствуете? Незнакомый доктор. Уже всех как-то примерно знаешь, которые приходят от меня на толк, еще какие-то. Говорит, я психолог. Вас, говорит, дома ждут. Как у вас отношения с соседками? Психолог пришел. Я вот чего не ожидала, того не ожидала. Чтобы меня спросили, как я себя чувствую. А мне только что УЗИ сделали полно ребенку. Все хорошо. Естественно, я себя чувствую круто. У меня потому что ребенок здоров. Все здорово. И вот, понимаешь, везде такое отношение. Вот как пушинка у тебя на руках, бережно, и тебя и твои буглаши. Это в областном роддоме было. И я говорю, со мной было, у нас было в палате четверо. Одна мама, сколько у нее четверо, что ли, я забыла, к сожалению, уже. Вторая мама второго родила. И еще маленькая, молоденькая девочка, цыганочка, она родила. И с ней мама рожала. Потому что она сама была несовершеннолетняя. Когда несовершеннолетняя девочка, значит, должен быть кто-то с ней взрослый. Вот и сколько ей, 16 там было лет, что ли, не помню. И со всеми, и, блин, равно хорошо бы. А тут, видишь, да, мне очень повезло, наверное. В каждом конкретном случае, пишет Перец, ответственность несут врачи как специалисты. Другой вопрос, по какой причине у них такое отношение. Это две разные проблемы, находящиеся на разных уровнях. Ну, в общем, я с вами согласен. Да, вот здравое мнение. Бигуатер пишет, что я бешу его. Стараюсь, Бигуатер. Так, то, что платный врач или бесплатный, разница никакой нет. Троечников и в платной клинике лучше отличников бесплатной. Троечников в платной клинике лучше отличников бесплатной. А, троечник в платной клинике лучше отличников бесплатной. Вопрос задает Гликин. У меня вопрос о том, что власть в данном случае виновата. Морально-этические ориентиры, кто власть вам ставит? А, ну, типа это, да, проголосуйте, и Лукашенко уйдет. Мне все пишут, что мне, да, мне, наверное, очень повезло как-то. И говорят, что почему там первых двух я рассказывала, что кормила неправильно. Ну, потому что в других домах рожала. Там не показывали. Герман пишет, я сначала всех ругаю, это я, за то, что подстраиваются под систему, а потом оправдывает врачей за то, что они ради статистики рискуют ребенком. Я что, оправдываю врачей, которые рискнули ребенком ради статистики? Я говорю о том, что не надо... То есть, подождите, ребят. Это медицина. И ситуации бывают очень разные. Бывает, что и погибают дети. И если кто-то на операционном столе погиб, то сразу 99 из 100 начнет кричать, а, хирург виноват. Зарезал. Зарезал там и так далее. Палачи, как их там один из наших чата их назвал. Нет, ребяточки, нет. Я не про это говорю. Я говорю, что надо разобраться, что там было, почему там и как было. Я не защищаю тех врачей, которые махнули рукой там или... И пошли вечеринку за стенку устроили. Да, пошли вечеринку за стеной. Или кто-то там институт, реаниматолог, что-то не то ввел, человек не проснулся. А что не то ввел? Ну, по ошибке. Но это да, это беда. Бывает, что аллергия какая-то. Но когда вот мы имеем факт, мы имеем какое-то последствие, последствие, и когда больше 50% сразу сходу говорят, что виноваты врачи, для меня это шок. Вот о чем я хочу сказать. Мы же еще ничего не знаем, ребята. И оказывается, как выяснилось из истории, коновалы, палачи, боже мой. Так не ходите к ним, и все, лечитесь дома. Да, да, ребята, айфоном золотым. Не нравится. В интернете есть лекарства от всех болезней. Если где-то кольнуло, тут же. Все, ладно, давайте перебивку. Тема сложная. Прям... Я... Знаешь, как пишут? Слушай, тебя в жизни встречались? Разочарованно вами. Вот я разочарован. Неприятные врачи. Вот если честно, мне встречались. Встречались. Всякие встречались. Но большинство как-то мне... Но я терпел. Терпел. Стоял на коленях и терпел. И терпел. Все. Так, тут, конечно, у нас чат просто разрывается от споров по поводу медицинских этих всех вопросов. И так далее. Знаешь, мне еще одна мысль пришла в голову, пока, так сказать, закапывали носы. Ой, так хорошо, что так закапали носы. Да, да. Пришла вот такая еще мысль мне в голову. Значит... О чем мысль? Говори. Сейчас, секунду. Может быть, заглем без сосновец. Это другая команда? Як-то может с одной темы на другую перепрыгивать. И даже не креститься при этом. Нет, ну, ладно. Твой этот... Спрячь, а лучше сожги. Вот. В общем, короче говоря, пусть тренируются, разберемся. Что условия, в которых сегодня работают белорусские врачи, это условия шарашки. То есть тебе говорят, как, что, на тебя спускают какие-то планы, тебе говорят, что тебе можно, что нельзя. То есть минимально у тебя, минимальный такой, как сказать, минимальный диапазон принятия решений. Понимаете? Тебе его... Когда я сижу, что-то пишу для себя, и забегает дочка или там жена какую-то, чухню там хлеб там, надо... Меня это бесит. Я не могу написать нормально. Я вот... Мне надо погрузиться и написать. Так это я пишу свои там вонючие эти текстики. А когда ты врач, и когда ты имеешь дело с жизнью и смертью, а тебе ко всех сторон начинают рассказывать, значит, какой ты плохой, хреновый, и планы тебе... Ну, как можно нормально работать? И опять же, я не выгораживаю там негодяев. Ну, бывают всякие люди. Но вот так огулом... Не, братцы, извините, извините. Все, давайте... Есть что сказать еще? Нет. Я могу сказать только, опять же, за себя и о себе, что если бы не врачи, ну, меня бы с вами не было. Я бы, наверное, там и умерла. Еще... Вот и все. Вот просто так получилось, что я рожала сутки почти. Мне было очень тяжело. Еще эта система, которая, в принципе, выстроена, да, вот в Беларуси, я тоже и говорил об этом, писал много раз. Когда, знаешь, все профессии важны, все профессии нужны. Ни хрена. Профессия врача гораздо важнее профессии таксиста. Я это утверждал и буду утверждать. Если айфон стоит 2000 долларов, а зарплата врача 800 рублей предлагается, что мы хотим? Почему так это слово? Почему мы с вами готовы на айфон потратить 2000 долларов, а на врача нет? Ну, так, слушай, это жалко. А система так устроена. Вот нам сказали, вы имеете право на бесплатное мутинское образование. И нам это вдалбливали в голову, образование, говорю, помощь. И мы такие, типа, а, ну да, да. Айфон, это же айфон. А ребенка родить, ну что? А врач, он давал клятву Иппократа, и он должен лечиться. Он мне должен. Никто никого ничего не должен. Должен дать таблетку, чтобы я сразу поздоровел. Ну, так что, да, 6 лет обучения, это ординатура, эти ночи бессонные, руки трясутся, когда там первая операция, вторая. Говорю, у меня мама никогда не стала хирургом, потому что салфетку забыла. Эту вонючую, несчастную салфетку. Папа посмеялся просто над этим. Она там растворяется, эта салфетка в человеке, и ничего с этим человеком не происходит. Не смогла стать хирургом. Ну, он говорит, я не могу, все забыла, плакала, там неделю в истерике ходила. Ну, вот. Нет, все палачи. Ну, окей, окей, давайте дальше.